Служба безопасности Украины предотвратила террористическую акцию, спланированную главным разведывательным управлением России. Из плена прокремлевских предателей освобожден бывший ФСБшник Илья Богданов, который перешел на стороны Украины, защищал украинский народ от захватчиков и был похищен в середине ноября 2016 года. Видео операции спасения Богданова размещено на официальном канале СБУ в YouTube. Гражданина Украины похитили в Киеве по заказу российских спецслужб и привезли в Харьков, чтобы там убить, а труп переправить в Россию. В освобождении Богданова участвовал спецназ СБУ «Альфа». Задержаны трое подозреваемых. Согласно их показаниям, к преступлению причастен бывший депутат Харьковского облсовета Владимир Рассоха. Я Рассохов Владимир Васильевич, 27 апреля 1962 года рождения, украинец. В июле 2015 года в Белгороде был заведован сотрудником спецслужб Российской Федерации Хабиповым Сергеем Владимировичем 1972 года рождения, с которым был ранее знаком с 2009 года, с ним в том же июле месяце я уехал в Москву для собеседования с его куратором и руководителем, офицером Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации, неким Раваль. В октябре 2016 года в Белгороде на очередной встрече с Хабиповым присутствовал тот же самый кадровый офицер Главного разведывательного управления Российской Федерации Раваль, который лично поставил мне задачу подобрать несколько человек, граждан Украины, для создания боевой группы с целью выполнения ряда задач, связанных с физическим устранением, а также насильственным перемещением лиц с территории Украины на территорию Российской Федерации. Для этого мне были выделены средства денежные в размере 5000 долларов и определено первая цель, которым был Богданов Илья Александрович, бывший сотрудник ФСБ Российской Федерации, перешедший на сторону Украины в 2014 году. Это уже вторая попытка покушения на Богданова. Первая была предотвращена СБУ в феврале 2015 года. В октябре того же года задержали некоего гражданина, который должен был совершить убийство. Как утверждается, ФСБ завербовало его в Белгороде. В итоге он был осужден к 8,5 годам колонии. Об исчезновении Богданова общественности стало известно в понедельник, 14 ноября 2016 года. С 12 ноября он перестал выходить на связь. Друзья и знакомые пропавшего обратились в полицию. Что-то интересное было. А планировали убиты под Белой церкви. Я правду скажу, Илья, вы не хотите ничего сказать? Попытки ликвидировать меня продолжаются. Но больше всего удивляет, что я уже гражданин Украины. Это вообще просто террористическая деятельность однозначно. Я гражданин другой страны. Впечатление, так как я сам на этот раз слышал разговоры игрушников кадровых, этого Саши, это, конечно, непередаваемое ощущение. Как они радовались тому, что они меня взяли. Потом, когда давали команду на убийство. Ты сидишь рядом и видишь всех этих действующих лиц и понимаешь, что реально бы убили. Реально бы каждый момент я просто был бы пьяный от этих наркотиков, которые разводили с этими шприцами. Конечно, с другой стороны, такая гордость, что СБУ сработало. И это вообще победа. Отдолеть всю эту чекистскую машину, которая, наверное, думали, что они смогут это сделать. Это классно. Это такая страница победная в истории украинских спецслужб. Это круто. Спасибо, Илья. Теперь нам доверять себя охранять, если точно. Чтобы треть раз не настал. Я дуже дякую. Богданову 28 лет. Он уроженец Владивостока. В 2010-м окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ. Служил во Владивостоке госинспектором по контролю и охране морских ресурсов управления пограничных войск ФСБ. Имел звание старшего лейтенанта. Летом 2014 года Богданов прибыл в Украину, чтобы принять участие в защите страны от агрессии, развязанной путинским режимом. Старший лейтенант ФСБ России Богданов Илья не мог больше со своего дома во Владивостоке наблюдать на ту ложь, которая льется из российских СМИ на происходящую в Украине ситуацию. Оставил все и приехал сюда простым добровольцем, чтобы оказать посильную помощь своими действиями, своим опытом прекращение той гражданской войны, которую на Восточной Украине пытается развязать антинародный путинский режим. Он имел многие материальные блага и оставил все, чтобы быть простым добровольцем и стоять плечом к плечу с братским народом и по-настоящему помогать им. Не словом, а делом. Проходил службу и на территории республики Дагестан, видел собственными глазами, как путинская система поддерживает там годами зону напряженности, а теперь гражданская война перекинулась и с подачи антинародного путинского режима. Я по-другому не могу сказать. На славянскую землю я не мог наблюдать за этим, потому что совесть нормального человека не может быть спокойной, когда ложь круглыми сутками льется с экранов телевидения, радио, газет, интернета. Никакой свободы слова, невозможно даже по-другому взглянуть на этот момент. И готов сражаться с простым добровольцем в рядах украинской армии, чтобы скорее эта война закончилась и братские народы перестали уничтожать друг друга, потому что это ненормально. Поэтому я здесь. Богданов воевал сначала в батальоне «Донбасс», однако вскоре перешел в добровольческий корпус правого сектора. Защищал, в числе прочего, Донецкий аэропорт. В начале 2015 года появилась информация, что Богданова собираются депортировать с Украины как лицо, незаконно находящееся в стране. Это известие вызвало возмущение в украинском обществе. В интернете развернулась кампания с требованием предоставить воину украинское гражданство. В феврале 2015-го министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту с ходатайством об ускоренном принятии Богданова в гражданство страны. Такое решение, по словам министра, представляет государственный интерес для Украины, поскольку Богданов принимает активное участие в борьбе против кремлевских захватчиков. В конце того же месяца Порошенко предоставил Богданову украинское гражданство. В мае 2015-го Илья демобилизовался. Он переехал жить в Киев и зарабатывал на хлеб мойкой ковров. Как видим, кремлевские спецслужбы, кроме похищения людей, в Крыму и сочинение всяких басен об украинских диверсантах занимаются террористической деятельностью также на территориях Украины, свободных от оккупантов. Остается надеяться, что пособники агрессоров, участвовавшие в похищении Богданова, получат максимальные сроки наказания. Вообще, мне кажется, в Украине должно сейчас и зарождаться что-то такое новое, вообще чего в истории не было. Вообще, что-то такое именно новое, вообще все эти волонтерские движения, что-то вот может выйдет на другой какой-то уровень. Еще вот новые технологии в Украине и вообще это будет государство, возможно, это новой формации вообще принесет миру, подарит что-то новое. Оно зарождается, вот оно наклевывается. Не мгновенно, конечно, но что-то такое происходит. Я в это верю. Редактор субтитров А.Семкин